Всем привет дорогие друзья! Сегодня 16 января 2024 года я нахожусь в замечательном селе Усть-Ухта Сосногорского района Республики Коми. Сейчас вот я иду по улице Петра Истомина. Сегодня об этом замечательном селе тоже вам немножечко расскажу, чтобы вы узнали, что есть такое замечательное село, которое находится на берегу стечения двух рек Ижма и Ухта. Редактор субтитров А.Семкин Вот такой замечательный спортивный клуб Фортуна. Иду теперь вот я дальше, чтобы показать вам местную достопримечательность села Усть-Ухта. Это большой длинный подвесной мост через реку Ухта. Вот дорогие друзья, вот такая вот сцена. Здесь проходит Республиканский фестиваль Сосногория. А вот это берег реки Ухта. Здесь делают самую большую шаньгу во время фестивалей. Варят Ухту. Ну, в общем, здесь происходит все по-народному, здорово. А вот там, вот за этим мостом уже начинается город Сосногорск. Иду на подвесной мост. Там вот поезд едет. Едет поезд. А я иду вам показать вот этот замечательный мост. Вот такой он длинный, подвесной. Вот такая, друзья, здесь красота. Здесь начинается стечение двух рек Ижма и Ухта. Вот там, где домик нет слева, уже начинается река Ижма. Вот это река Ухта. Хочется сказать, что село Усть-Ухта расположено очень удачно между двух городов. Ухта и Сосногорск. Буквально минут десять езды до железнодорожного вокзала города Сосногорска, откуда можно выехать в любые направления. На Варкуту, Санкт-Петербург, Москва, город Котлово с Архангельской области, Сыктывкар, столицу республики Коми. В селе Усть-Ухта проживают меньше тысячи жителей. Здесь есть школа, в которой обучается 73 ученика и детский садик. Вот село Усть-Ухта. А вот уже и виднеется город Сосногорск. А вот, друзья, самая высокая стела памяти воинам Великой Отечественной войны расположена в селе Усть-Ухта. Такая вот стела с георгиевской ленточкой. Конечная остановка автобуса в селе Усть-Ухта. Вот она на таком пятачке находится. Такой вот пятачок. Колоночка с водой. А вот это крест. Раньше на этом месте стояла церковь, которая, к сожалению, сгорела. Это было очень-очень давно. А статус церкви нету, а статус села еще остался. И церковь здесь стояла во имя святого Ильи Пророка. Здесь очень рано темнеет. Времечко уже доходит 3 часа дня и уже смеркается. Вот такой вот памятник партизанам. Семи партизанам находится в селе Усть-Ухта. Сегодня утром один хороший человек мне сказал на мои слова о том, что в народах, в людях северных регионов осталась забота и человечность. Он мне выразил свое мнение, сказав, что зимы очень холодные в северных регионах. И любой может человек оказаться в ситуации, где негде переночевать, не на чем доехать. Или машина изломалась по пути. И люди привыкли помогать, потому что бумеранг доброты, он всегда возвращается. Так же возвращается и зло. Просто если человек сделал один раз добро, и ему оно вернулось в каком-то деле обратно, то стоит задуматься, что за твое же доброе дело тебя Господь, тебя судьба наградила тоже хорошим, благой какой-то вестью и добром. Вот, друзья, иду по улице Центральная, Сбербанк, Почта России здесь. Такие вот двухэтажные дома. Подошел к спортивным тренажерам, которые находятся прямо с новым социально-культурным центром села Усть-Ухта. Сегодня такой снежок. Идет потепление, идут снегопады. Вот, дружок пришел. Привет! Привет, привет, привет! Ну а я, друзья, вам хочу еще сказать, что буквально недавно вот такой небольшой этнопарк, где вот мельница, домовой, там вот сидит заснеженный глухарь, вот олень здесь, небольшие елочки высажены. Все руками работников культуры, сотрудников культуры социально-культурного центра. Такая вот елочка красивая. А вот, друзья, вот этот новый социально-культурный центр. Зарниюгар. Зарниюгар. Это значит золотой луч. В переводе склом языка. Сегодня здесь я буду радовать людей своими песнями под гармонь. Замечательный дом культуры здесь. Социально-культурный центр. Вот сейчас захожу в библиотеку. Вот такая вот модельная библиотека, где чтут память своих знаменитых земляков. Вот книга «Славная жизнь Усть-Ухты». Вот здесь ребята читают, получают знания. Привет, ребята. Такие молодцы, ребята. Это хорошее дело делаете. Читать нужно, получать новые знания. Вот здесь Истомин Петр Анисимович. И местный писатель, родом отсюда, Рочев Яков Митрофанович. Так что здесь чтут память. И ребята читают книжки, что они должны делать в библиотеке. Хочется пожелать всем жителям села Усть-Ухта, жителям любого возраста, как юным, так и взрослым, самого наилучшего. Людям всегда я желаю от чистого сердца и своей широкой души только самого хорошего. Хочется также поздравить это прекрасное село с наступающим юбилеем. Это 2024 год для села Усть-Ухта юбилейный. Ему исполнится 225 лет. Дорогие жители, берегите свое село, любите свое село. Ведь на свете очень много разных красивых мест. Но не нужно забывать про те места, в которых вы родились. Потому что сердце, если можно так выразиться, пускает корни именно в том месте, где вы родились. И пусть моя гармошка и песня в моем исполнении порадуют жителей этого замечательного села не только сегодня, через полтора часа в Доме культуры, местном социальном культурном центре, но и в дальнейшем. С наступающим крещением Господним! И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok